Наладом дышит лестничный проход в одном из дворов Уралмаша. После межевания участков он остался бесхозным. Общим собранием собственников аварийную конструкцию решено демонтировать, но противники настаивают на ремонте. В конфликте разбирался городской дозор. Этот лестничный пролет стал причиной конфликта собственников одного дома. Одна часть жильцов, ввиду аварийности конструкции, выступает за ее демонтаж. Другая настаивает на ее ремонте. Лестницу построили еще в 80-м, и с той поры ее ни разу не ремонтировали. Одни ступеньки разрушились, другие вообще провалились. Те, кто постоянно ими пользуются, стали выяснять, нельзя ли восстановить пролет. Но концов не нашли. Она не стоит ни на чьем балансе. Но в эксплуатации ей пользуются 30 лет. Причем очень так усиленно. А вот недели две назад наша председатель почему-то решила ее полностью демонтировать. На самом деле вход на лестницу заварили. Но для молодежи это не стало преградой. По ее стопам уже пошли и пожилые жители. В итоге ограждение сломали. Мне кажется, так больше людей будут убиваться. Впрочем, мне кажется, починить это не настолько затратно, чем все это демонтировать и людям предоставить столько неудобств. Однако председатель совета дома уверяет, за то, чтобы убрать опасную и бесхозную лестницу, выступило большинство жителей дома на общем собрании. Говорит, это вынужденная мера. Да и двор перестанет быть проходным. С целью безопасности, потому что ее никто не ремонтирует, она находится в аварийном действительно состоянии. И с целью мы просто против, чтобы через наш двор ходил весь Уралмаш. Впрочем, те, кто за сохранение лестницы, не сдаются. Ведь без нее придется идти в обход и терять четверть часа. Люди даже намерены переизбрать председателя и восстановить пролет за счет средств на капремонт. Однако в управляющей компании говорят, это напрасные хлопоты. Данная лестница не входит в придомовую территорию. И собственники, даже при положительном решении собрания, если изъявят желание потратить деньги по капитальному ремонту на восстановление этой лестницы, мы не можем принять этот протокол в связи с тем, что это будет нецелевое использование денежных средств. И все же надежда на то, что лестница будет отремонтирована, остается. Мы разыскали собственника этого здания. Там пообещали разобраться в вопросе с лестницей. Но для этого жителям, заинтересованным в ремонте, необходимо написать заявление и передать его в магазин компьютерной техники. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.